Добрый день, уважаемые дамы и господа! На часах офиса импорткадера полдень мы начинаем наш первый вебинар, посвященный выходу РАД-студии XE8, а также версии XE8, Delphi и C++ Bill. Основная задача, стоящая перед нами сегодня, дать общий взгляд компании на это семейство продуктов и рассказать о тех основных новых возможностях, которые появились в XE8. Более детальное знакомство с конкретными функциями и их демонстрация будет в серии дополнительных технических вебинаров и семинаров в ряде городов, о которых мы также расскажем сегодня. Меня зовут Кирилл Ранев, я работаю в московском представительстве импорткадера и отвечаю за бизнес-компании в России и СНГ. Мне выпала сегодня честь, редкое достаточно событие, быть основным докладчиком по нашим продуктам. Со мной сегодня в вебинаре принимает участие Денис Васильев, менеджер по продуктам семейства Рад Студия и его основная задача не позволяет делать мне грубых технических ошибок, а также более подробно рассказать о свойствах продукта. Я думаю, что компания Эмбаркадера Технологиз известна практически всем. По крайней мере, тот факт, что последние 7 лет из 20-летней истории продукта Рад Студия, прошел в рамках компании Эмбаркадера. И уровина, а именно 10-ти релизов Делфи, вышла влагом Эмбаркадера. Эмбаркадера занимается средствами моделирования и архитектуры данных, средствами для управления и оптимизации данных. Но сегодня с ней вебинар полностью посвящен от направления нашей деятельности, а именно средствам разработки приложения. Итак, общий взгляд на продукт. Сначала мы расскажем о том, как продукт позиционируется, кто в нашем представлении является его заказчиками, для каких платформ предназначен продукт, какова стратегия развития и куда она направлена. Очень часто ведутся дискуссии, а для кого предназначена РАС-студия, для кого предназначен Делфи? Для создателей корпоративных систем или для независимых разработчиков? Вот в этом году компания провела исследование нашей инсталляционной базы, и мы увидели, что нет преимущества ни корпоративных применений, ни применений РАС-студия у разработчиков-индивидуалов и ISV-компаний. По числу лицензий здесь примерный паритет. По финансовым показателям, конечно, интерпрайз-составляющая существенно больше, потому что там используются более дорогие редакции продуктов, как правило. И вот половина пользователей Делфи занимается разработкой ин-хаус, то есть внутри своих компаний и предприятий. Половина занимается разработкой из аутхаус, из офиса, занимается разработкой для внешних рынков. Также проводилось исследование по индустриям, где применяются наши продукты. Это срез по наиболее крупным мировым заказчикам, которые используют Делфи. Здесь преобладает промышленное производство и банки. Если говорить о России, о нашем регионе, то картинка, наверное, получится другая. Как ни странно, по числу лицензий используемых главный сектор – это образование. В силу того, что просто поставлялось огромное количество учебных классов, вузы, колледжи, предприятия среднего образования и школы. Но так как стоимость образовательных лицензий более чем на порядок отличается от коммерческих, это, конечно, только по числу лицензий лидирующий рынок. По финансам он где-то на четвертом-пятом месте. Самый крупный по финансовой составляющей наших операций – это рынок банков, финансовых компаний и страховых компаний. На втором месте, третье места, примерный паритет между независимыми разработчиками, то есть IT-компаниями, которые производят свои продукты для рынка, системными интеграторами и индустрией нефтегаз, которая традиционно у нас в лидерах. На четвертом-пятом месте рынок образования. И вот последние, наверное, год-полтора мы видим очень объемные поставки наших средств разработки в производственные компании, в машиностроении и в значительной мере в оборонные. Если говорить, для каких платформ, для каких устройств мы позиционируем продукт, мы предполагаем, что это единый инструмент для создания функционала для различных платформ, устройств, форм-факторов. В настоящее время мы поддерживаем разработку для Windows, MacOS, iOS и Android. И очень важно, что мы позиционируем наш инструмент, и он отличается от инструментариев других компаний тем, что мы производим native-приложение. Native, понимая как компиляцию машинных код конкретной платформы, так и использование особенностей и нюансов пользовательского интерфейса конкретной операционной системы, конкретной платформы. Упреждая возможные вопросы, я скажу, в сторону каких платформ мы будем двигаться дальше. На нашем сайте опубликован roadmap о развитии продуктов, и для следующего релиза, который выйдет к концу этого года, основные усилия, основные инвестиции будут направлены на поддержку следующей версии Windows, десятки. Это основной смысл, основной рынок для нас, и основная цель следующего релиза. Второй приоритет в следующем релизе будет поддержка создания серверных приложений для Linux. Третья платформа – это Android на Intel процессорах. Но, честно скажу, у меня есть ощущение, что инвестиции в Android на Intel могут оказаться по такому остаточному принципу. Хватит ли ресурсов на Windows и Linux, а дальше будем посмотреть. Ну, это roadmap. Как вы понимаете, все может измениться, как в любом большом софтверном проекте. Очень важное направление для нас – это организация взаимодействия приложений для разных платформ. Организация традиционных VCL-приложений и их мобильных компаньонов. Так, чтобы уже накопленный опыт, уже созданные системы для Windows могли взаимодействовать с тем функционалом, относительно которого было принято решение сделать его мобильным, разместить на мобильных устройствах. Также взаимодействие между мобильными устройствами и всевозможными гаджетами, сенсорами, датчиками, маячками и так далее. Это тема IOT для нас очень важная. И, наконец, это взаимодействие функционала на десктопах и мобильных устройствах с серверными службами, с корпоративными базами данными и с тем, что размещено в виде облачных сервисов. То есть, тема взаимодействия и связи приложений, распределения приложений для XE8 и для Rastudia в целом это очень важное направление инвестиций. И здесь невозможно не упомянуть об интернете вещей, которые с точки зрения и нашей компании, и многих других компаний будут очень заметным явлением в течение следующего пятилетия. Вообще, термин IOT, Internet of Things, появился в конце 90-х годов и в большей степени был связан с различными формами взаимодействия между объектами. Считается, что такой новый импульс этой темы был придан в 2008 или 2009 году, когда впервые количество устройств, подключенных к интернету, превзошло численность населения Земли. А вот период развития с 2015 по 2020 год, многие аналитики и маркетологи многих компаний связывают с тем, что разрыв между числом подключенных устройств и числом человеческих существ, взаимодействующих с интернетом, будет составлять один порядок. Сначала эта тенденция будет двигаться в сторону разрыва в два порядка между числом устройств и числом пользователей. Это одна составляющая. Вторая составляющая состоит в том, что стоимость устройств, подключаемых к мировой сети, будет неуклонно сокращаться. И, в принципе, ожидается, что устройства, оснащенные вычислительными мощностями, процессором, памятью и средствами взаимодействия с интернетом, к 2020 году будут находиться на уровне одного доллара за устройство. Поэтому и экономические показатели будут позволять находить совершенно новые применения для вещей и с точки зрения потребителя, пользователя, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения производства, и с точки зрения обороны. Поэтому направление EOD для нас важное. В восьмой версии мы планируем добавить работу с мачками, биконс. появились соответствующие компоненты и будут появляться библиотеки на эту тему, которые будут формализовывать и облегчать работу с всевозможными объектами, подключенные к интернету. Когда мы говорим о распределенной системе, для всех нас очень важно понимать, что корпоративная система, как существенный сегмент рынка, где потребляются наши продукты, подразумевает наличие серверной логики. И одно из важных направлений в RAD Studio это поддержка серверного middleware, организация взаимодействия с серверными службами, с облачными сервисами, доступ и взаимодействие с базами данных, синхронизация между встроенными данными на мобильных и клиентских устройствах, поддержка серверной логики. EMS это важное стратегическое направление в рамках RAD Studio. И, наконец, самое главное, что RAD Studio в первую очередь это инструмент для разработчиков и средства повышения эффективности, удобства работы для нас очень важны. Теперь мы не перейдем к краткому обзору того, что нового появилось именно в восьмой версии RAD Studio. Во-первых, это поддержка 64-битных приложений на iOS. Одновременно выходит 64-битная поддержка и для Pascal, и для C++. Также включает весь набор инструментов, которые поддерживают разработку, не только компилятор. Мы поддерживаем универсальные приложения Apple, которые требуют наличия 32- и 64-разрядного кода. Такая необходимость возникла достаточно остро и резко, потому что, как вы знаете, осенью прошлого года Apple заявила о том, что 64-битные приложения это наше все, и теперь для публикации приложений в App Store новых приложений и новой версии существующих приложений наличие 64-битного кода является обязательным. это то, о чем нас достаточно долго спрашивали и требовали, чтобы такая разработка появилась. Нужно сказать, что поддержка новой платформы, а здесь даже другая разрядность существующей операционной системы для нас является новой платформой. Для Embarcadero это одна из наиболее трудоемких операций, и раньше, когда мы делали Android, когда мы делали iOS, в среднем занимало до 9 месяцев три квартала сделать один язык, одну платформу. Сейчас мы управились за полгода и сделали поддержку новой платформы сразу для двух языков. Я надеюсь, что это хороший сигнал к тому, что в будущем поддержка новых платформ будет появляться быстрее. Следующий момент. Развитие платформы FireMonkey. Развитие средств организации пользовательской интерфейса на разных платформах, которая появилась в XE7, сейчас получает дальнейшее развитие. В частности, сейчас появилось превью для отображения того, как выглядит пользовательский интерфейс, конкретная форма или какой-то элемент интерфейса сразу на наборе выбранных устройств разного формата, разных операционных систем. То есть, мы задаем перечень платформ и сразу видим картинку, как это выглядит на разных устройствах. Появились новые компоненты для работы с картами MapView, поддерживающие и гугловский подход к картам, и эпловский. Появилось больше native контролов для платформы iOS. Если бы XE7 были только T-edit и календарь, то теперь это Meme, ListView и T-switch. Оптимизация размещения контрола. Я понятия не имею, что такое Z-порядок, но Денис сказал мне его упомянуть. Надеюсь, он расскажет и объяснит, что это такое. Я не знаю, что это такое. Расширение для IOT. Мы продолжаем развивать технологию аптетеринг, связи приложений на VCL или на FireMonkey с мобильным и IOT функционалом. Появилась компонента T-Bluetooth. Если раньше была компонента только для низкоэнергетического протокола Bluetooth, то теперь есть компонент и T-Bluetooth. Появилась поддержка маячков Beacons и работа с датчиками приближения, местоположения, идентификации на основе маячков. Поддерживаются Beacons от Apple и Google Alt-Beacon. EMS. Мы продолжаем развивать наше Middleware. Видим, как я уже говорил, его стратегическую важную роль для корпоративных проектов, сделанных на RAD Studio. EMS выполняет функции готового бэкэнда, поддерживает ряд стандартных служб и позволяет создавать серверные объекты. Нового в EMS версии XE8 это в основном пуш-уведомления и поддержка внешних систем авторизации. В целом мы видим корпоративную систему на основе EMS в таком виде, что на рабочих местах клиентов находится десктопный функционал, на ряде десктопов выполняющих функции точки связи с вещами обеспечивается взаимодействие с датчиками, с сенсорами и другими устройствами. А на стороне сервера EMS выполняет функцию поддержки серверной логики, взаимодействия с базами данных, облачными сервисами и в свою очередь может взаимодействовать с некоторым количеством объектов интернет-вещей. следующая инновация в XE8 связана с апаналитикой. Мы можем предоставить возможность для разработчика положить в приложение ряд компонентов, которые будут собирать анонимную статистику о жизни этого приложения, о поведении пользователей, на каких платформах запускалось приложение, как часто оно падало, активизировалась та или иная форма. Тем не менее, данные о самих пользователях не отслеживаются, отслеживаются только функциональные характеристики. В данный момент накопление данных и хостинг этого сервиса делается у Embarcadero и можно получить доступ к таким сведениям о поведении своих пользователей в виде сервиса по подписке. Интегрирована Касталия, которая позволяет несколько оптимизировать и повысить эффективность труда разработчиков. Для тех, кому Касталия не нравится и предпочитают ее использовать, этот сервис не является обязательным, его можно отключать. Наконец, появился менеджер пакетов GetIt. Сейчас мы называем эту технологию именно так, менеджер пакетов и позволяем легко в один клик добавить пакет, компонент в среду из тех, которые хостятся Embarcadero. В текущем релизе GetIt ограничен числом, набор пакетов находится в ведении Embarcadero. в данный момент только мы можем добавлять и изменять доступ пакетов. В дальнейшем мы планируем, что набор пакетов может быть пополнен из сторонних источников и в целом стратегическое направление развития GetIt это стать магазином компонента. Component Store. но повторяю в рамках версии XE8 это менеджер пакетов позволяющий использовать TurboPack и некоторые другие пакеты которым доступ предоставляет сейчас наша компания. Есть целый ряд других улучшений в частности интеграция с рядом библиотек таких как Box2D для организации моделирования отображения физического движения как интеграция DUnitX как новые native клиенты с поддержкой HTTP и HTTPS новости FireDak добавлена поддержка version inside Mercurial и некоторое расширение получилась поддержка с отвершин и Gita. Очень радостная для моего коллеги Дениса возможность появилась версия XE8 а именно миграция настроек среды при переустановке продукта так как последние несколько недель Денису приходилось релизы бета-версии XE8 приустанавливать несколько десятков раз моим коллегам эта возможность была оценена как счастье. Нужно также сказать, что вместе XE8 поставляется новая версия интербейса основная инновация в которой поддержка ChangeViews возможность подписки на изменения в конкретных данных на уровне конкретных таблиц или столбцов а также расширение тоже 64-битно поддерживается 64-битная версия Linux увеличена размерность транзакций и другие новости подчеркиваю что есть также версии интербейса для мобильных устройств под Android и под iOS. Это в целом краткий анализ краткий отчет о основных новостях в XE8. Сейчас я хочу передать слово Денису для того чтобы он сообщил немного подробностей о этих возможностях версии. Всем добрый день уважаемые друзья и коллеги мы действительно с нетерпением ждали Родстудии XE8 для нас действительно это большое радостное событие выход нового релиза нашего любимого продукта но учитывая лимит времени сейчас отведенное на наше мероприятие и большое количество нововведений в Родстудии XE8 я остановлюсь на мой взгляд на наиболее интересных либо значимых новшествах остальные мы будем рассматривать на наших мероприятиях вебинарах которые будут и информация о которых будет в конце нашего сегодняшнего мероприятия сразу хотелось бы оговориться и сказать что главной отличительной особенностью новой версии является то что она относится к категории Must Have я думаю да да я думаю что вы уже действительно и сами это почувствовали особенно это касается разработчиков кросс-платформенных и мобильных приложений если с предыдущей версии вы могли забыть или пропустить процесс обновления на XE7 то для новой версии XE8 такого делать точно нельзя переключаем слайд ну и конечно же первое это поддержка iOS 64 64 64-битных приложений для iOS это два новых компилятора для Pascal и для C++ это поддержка универсальных приложений универсальные приложения в себя включают и 32-битно и 64 разрядные свои приложения в одном пакете так требует того Apple и сейчас все приложения которые мы будем создавать с помощью Ratsudi XE7 XE8 конечно же можно будет загрузить в Apple Store и все они будут работать и соответствовать тем требованиям которые Apple предоставляет это поддержка и iOS 8 и оптимизация приложений к 64-битным приложениям ну и конечно наше универсальное приложение можно будет создавать для iPhone для iPad Touch и для iPad в Project Manager у нас появился новый таргет iOS device он настраивается точно так же как и iOS device 32-битный у нас также появилась поддержка всех симуляторов которые сейчас доступны на Mac платформе вот они тут видите все перечислены но они сейчас доступны только для object паскаля ну собственно как это было и раньше симуляторы работают только в Delphi регулирование создания как раз универсальных приложений регулируется с помощью настроек проекта и это касательно только iOS девайсов 64-битных и также здесь могу сказать что для тех кто занимается разработкой именно как раз iOS приложений данный релиз XE8 точно является обязательным но это еще не все на этом мы не ограничились и для iOS мы реализовали большее количество родных компонентов такие компоненты как Memo ListView Switch и в системе уже были реализованы компоненты Edit и Calendar Какой компонент будет использован стилизованный либо родной регулируется уже привычным для нас свойством который называется Control Time здесь в выпадающем списке у нас два значения Platform и Style Какой вариант использовать в вашем приложении родной либо стилизирован у каждого подхода есть свои плюсы поэтому выбирайте сами компоненты также в Design Time те компоненты которые уже проставлены как компоненты на платформу указываются еще специальным значком справа вот он здесь на картинке показан то есть те компоненты которые отмечены как будут работать платформенные компоненты родные независимо от того какой компонент выберете все равно те приложения которые создает родстудия они все равно будут нативны и для iOS и для других платформ остановимся вот еще на одном компоненте это ListView здесь я просто показываю различные варианты его представления в виде такого списка по группам в виде индекса со списком либо вот таким вариантом более подробно на этих компонентах и посмотрим как они работают мы становимся на ближайших наших вебинарах так Android платформа Android находится в постоянном развитии и последняя версия в настоящее время это Android Lollipop что у нас появилось это улучшилось управление Android Java библиотеками теперь мы можем не только добавлять свои библиотеки а также отключать стандартные библиотеки вот Project Manager Android библиотеки libraries здесь перечислены стандартные библиотеки мы можем отключить правой кнопкой отключить описание каждой библиотеки прописано в Help за что отвечает каждая библиотека ну и в зависимости от этого можно ее отключить либо обратно отключить но раньше в XE7 мы это могли делать именно редактированием файла руками класса sdx также хочу обратить внимание что по умолчанию включен стиль Android Lollipop ну безусловно RAD Studio XE8 сейчас идеально подходит для разработки приложений для Android в том числе и самые последние это как раз Android Lollipop Multi-Device Preview предварительный просмотр пользовательской интерфейса на различных устройствах и форм-факторах здесь я думаю стоит начать с того что RAD Studio вновь увеличивает эффективность труда разработчиков с помощью технологии FireVeic механизм предварительного посмотра ну вот собственно вы видите на экране вот такая панелька здесь отображаются различные устройства он позволяет на этапе проектирования формы то есть самого пользовательского интерфейса вот наша форма мы проектируем наш пользовательский интерфейс сразу видеть результат нашей работы на различных устройствах либо форм-факторах которые мы включаем здесь соответственно в списке все что нужно для того чтобы панель у нас отобразилась нам необходимо через главное меню вид далее мульти девайс превью вот он называется мульти девайс превью выбрать этот пункт откроется специальная панель эту панель можно прикрепить к какой-то из сторон ну собственно к краю экрана нашей среды или например вынести на отдельный монитор для большей наглядности и удобства на этой панели мульти девайс превью мы настраиваем как раз те устройства которые будут у нас участвовать в предпросмотре нашей формы это все происходит мгновенно в дизайн тайме проектируем сразу видим результат причем обратите внимание я в дизайн тайме проектирую приложение ну например форму для виндовса здесь у нас стили применены и для каждой для каждой платформы например у меня разные стили я в мульти девайс превью наблюдаю разные стили и также поведение компонентов если компонент мультивью например здесь отображается в левой части экрана то в мобильных устройствах он спрятан он будет выдвигаться в виде жеста а например в андроиде с медиумом если расположить его в горизонтальном виде панель будет видна то есть это все видно сразу в дизайне ну и конечно же список этих устройств который здесь доступен его можно изменить дополнить своими устройствами это делается с помощью настроек tools options там находим девайс менеджер и добавляем свое устройство добавляем картинки прописываем его и он изображается здесь соответственно в списке и можно его использовать удобная вещь более подробно конечно мы рассмотрим с вами на вебинарах далее это по новым особенностям самой DE ну и конечно же это Castalia это инструмент повышения производительности написания кода он сейчас уже полностью интегрирован в среду разработки Castalia относится только к Delphi Castalia добавляет новые возможности оптимизации кода демнические проверки синтаксиса метрики структурирования это выделение кода тем самым улучшаем читабельность его проверку скобок анализа ну и так далее GetIt это новый модуль который позволяет выбирать загружать и интегрировать различные новые компоненты библиотеки настройки подключаемые модули прямо из среды как это делается то есть мы заходим через меню находим GetIt далее делаем поиск необходимого компонента либо библиотеки нажимаем кнопочку Install далее у нас появляется лицензионное соглашение если оно есть нам предлагается утвердительно ответить на это лицензионное соглашение далее происходит автоматическая установка пакета либо надстройки либо библиотеки то есть того чего мы выбрали автоматически устанавливается как это происходит GetIt скачивает с интернета соответственно библиотеку и устанавливает автоматически далее нам остается все лишь нажать на кнопочку Close Ok что установка завершена сейчас у нас находится обновленный набор различных компонентов как Turbo Pack и библиотека Boost для C++ также у нас изменился формат справки теперь на формате CSM многие этого ждали в общем мы это сделали далее у нас изменился дизайн стартовой страницы мы постарались учесть различные замечания ваши замечания и сделать ее на наш взгляд наиболее удобной и практичной тоже рекомендую познакомиться но я думаю вы сразу это заметите далее у нас мы реализовали поддержку Merkero это кроссплатформенная распределенная система управления версиями разработанная для эффективной работы с очень большими репозиториями кода ну и также у нас лучшая поддержка GTSVM новые стили веселья и форманки добавлены у нас новые стили которые позволяют дают возможность придать нашим приложениям современный вид используйте конечно новые стили профессиональные стили в своих приложениях на самом деле это очень просто можно стилизовать как приложения весельные так и форманковские или создать свой собственный стиль например корпоративный стиль есть специальный редактор даем соответственно задание дизайнеру он формирует свой стиль будет у вас корпоративный стиль ваше приложение будет на всех платформах иметь корпоративный вид это происходит достаточно просто например для весельного приложения мы через настройки выбираем необходимый стиль далее сохраняем пересобираем проект и собственно готово теперь все наши формы все контролы уже стилизованы и формат и форманки это примерно выглядит точно так же то есть только добавляется компонент и выбирается стиль все это делается очень просто мы потом отдельно еще с вами рассмотрим далее у нас появился интересный инструмент это инструмент переноса настроек среды при переустановке или миграции на родстуде XE8 представим что например вы хотите перенести свои настройки из предыдущей версии в XE8 или вы уже настроили один свой компьютер в вашей организации с XE8 и теперь вы хотите иметь те же настройки на других рабочих станциях в этом случае вам как раз и пригодится этот инструмент на практике это выглядит так вы запускаете инструмент далее проходите небольшой мастер и в конце получаете файл настроек далее этот файл настроек можно перенести на другой компьютер и с помощью этого же инструмента его развернуть на другом компьютере все это достаточно быстро удобно легко и я могу сказать что теперь обновляться на новую версию родстуде можно с еще большим удовольствием пикком компонент для поддержки маячков приближения местоположения идентификации он работает для аэс андроид и osx устройство бикон помогает намного точнее в отличие от gps определить ваше местоположение а также они прекрасно работают в закрытых помещениях например в офисах магазинах стоянках многоэтажных гипермаркетах нам всего лишь там необходимо расставить свои маячки и сделать свое приложение с новым компонентом новый компонент позволяет разработчикам легко определить когда поблизости от нашего приложения оказывается маяк определить расстояние до этого маячка и считать идентификационную информацию далее это компонент поддерживает два основных стандарта это iBeacon который продвигает Apple и Alt-Beacon это альтернативное открытое решение устройство iBeacon как раз идентифицирует приближение к нему и информирует мобильное приложение как близко оно находится именно по силе сигнала вот собственно этот компонент вот его настройки и вот здесь на картинке видите различные варианты реализации этих маячков то есть они достаточно маленькие их можно разместить где угодно ну и пример использования маячков и собственно Beacon примеров на самом-то деле очень много это могут быть различные приложения для отслеживания медперсонала или пациентов в лечебном учреждении приложения для посещения каких-то культурных мест выставок музея картинных галерей а также магазинов например с помощью маячков можно определить где находится ну наше приложение определяет где находится посетитель и выводить на экран его устройство как раз актуальную информацию того места где он находится например перед каким-то экспонатом картиной либо там ну и так далее маячки также могут быть полезны в родильном доме для отслеживания совпадения младенцев их матерей а также на футбольном стадионе и так далее примеров очень много главное что мы даем сейчас это разработчикам простой инструмент работать с этими маячками а далее все конечно зависит от ваших идей и их реализации далее это такие компоненты как новый компонент имидж лист для файрманки мы все прекрасно знаем как работает имидж лист в селе теперь он наконец-то появился и файрманки это незаменимый компонент на самом-то деле при проектировании любых файрманки приложений он обладает в отличие от весельного приложения гораздо более продвинутыми функциями он гораздо удобен в использовании как раз в разработке кроссплатформных или мобильных приложений каждое изображение в списке формируется с использованием нескольких рафтовых изображений в разных разрешениях для того чтобы изображения правильно отображались на устройствах имеющих различную плотность и разрешение компонент себя включает две коллекции ну тут на картинке не очень видно но в общем две коллекции это сам source где хранятся как раз наши исходные изображения в различных разрешениях и также destination где хранятся данные для формирования картинки на основе исходных изображений а также очень интересная особенность с возможностью наложения нескольких картинок друг на друга в виде слоев очень интересная вещь я думаю мы подробно на вебинарах с вами остановимся и попробуем как это делать и я могу сказать что такой компонент просто незаменим для форматковских приложений но это как в свое время когда-то появилась поддержка экшн-листов то есть мы все ждали этот компонент сейчас он уже появился далее компонент MapU для Android и iOS приложений теперь можно это визуальный компонент размещается на форме он поддерживает работу с картами привычным для пользователя режимах для Android будут использованы гугловские карты ну а соответственно для iOS будут использованы картой от Apple далее компонент у нас улучшился компонент веб-браузер это визуальный компонент который позволяет загружать и отображать веб-контент из интернета а также из локальных файлов а также обладает некоторыми функциями DUnitX это инструмент который позволяет производить автоматическое тестирование модулей подстудия теперь из среды предоставляет поддержку DUnitX для Delphi и для C++ гиггера позволяя выполнять тесты на таких платформах как Windows 32 Windows 64 и даже Mac OS X DUnitX представляет собой собственный набор методов для тестирования с различными условиями DUnitX DUnitX на самом деле очень многим похож на DUnit но если вы работали с DUnit то вам достаточно будет легко и комфортно перейти на DUnitX который развивается активно и даже есть механизм миграции тестов DUnitX 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 позволяет легко добавлять приложения средства для анализа их использования что нам необходимо для этого нам всего лишь необходимо компонент AppAnalytX разместить в нашем VCL приложении либо в фарманковском приложении далее выполнить настройку то есть заранее настроить Application ID который выдается при подписке и настроить опции что нам необходимо фиксировать какую информацию запуске приложения его остановки какие формы активные какие контролы активные какие ошибки были то есть вся эта информация записывается и потом можно будет с помощью специального интерфейса просмотреть вся эта информация складывается на сервере в интернете и Box 2D библиотека моделирования механики движения тел на самом деле мне очень нравится эта библиотека я давно за ней присматривал и на самом деле доволен что мы наконец-то ее внедрили в нашу среду Box 2D это свободный открытый движок на самом деле написано на языке C++ но мы можем пользоваться и в Delphi и в C++ Builder предназначен для симуляции механики твердых тел ну например представьте что тела могут быть связаны между собой и подвергаться различным воздействиям физических сил например после удара об что-либо твердое тело в зависимости от своей механики могут либо сразу разрушаться либо разрушаться частично либо может быть возможно никак не измениться а остаться в Box 2D существует множество возможностей именно как раз связанных с физикой благодаря этому движку разработчики могут имитировать различные эффекты эффектов очень много ну даже такие эффекты как например эффект воды я на слайде вот с левой стороны показываю это пример который идет вместе с Радстуди можно посмотреть как приложение работает тут различные примеры можно посмотреть пощупать почувствовать насколько реалистичны движения и на самом деле как это здорово и также с правой стороны это несколько скриншотов на самом деле на движке Box 2D написано достаточно много игр и например такие игры как серия игр Angry World тоже используют движок Box 2D так что можно его использовать и в своих разработках ну и так же ну и так далее и другие различные игрушки где используется подобный движок Box 2D так что теперь Delphi из библиотека Box 2D открывает нам вот эти удивительные возможности творчества и желание попробовать данную библиотеку так ну и буквально практически последний слайд на самом деле много интересных тем у нас осталось за кадром то что я не рассказал или не показал или даже на то что даже не успел акцентировать внимание но мы на этом будем останавливаться подробнее уже вебинарах на наших переприятиях которые будут проходить например тему EMS я вообще не затронул эта тема даже серии отдельных вебинаров не одного вебинара а серии также хочу напомнить что сейчас у нас уже есть это библиотека параллельных вычислений которая позволяет задействовать высочетительные ресурсы многоядерных процессоров у нас есть уникальный компонент мультивью у нас есть сервисы поведения с помощью которых можно узнать больше информации о платформе у нас есть аптейтеринг у нас есть поддержка жестов у нас есть поддержка мультитача в общем возможностей достаточно много и все это уже есть и этим конечно же можно использовать в своих работах так ну а сейчас у меня буквально несколько слайдов что касательно дополнительной информации которую я хотел вам рассказать и показать первое это несколько ссылок что нового у нас в рад студии кси-8 вот вам ссылки то есть можно посмотреть на официальном сайте бкдр.ком и также в доквики где подробно рассказано какие эти новшества и с ними познакомиться подробнее уже сейчас далее следующая ссылка это родмем это план развития нашего продукта но это все-таки больше плана это не обязательство что это так будет мы планируем так развиваться стоит посетить посмотреть что есть дальше таблица возможностей где можно посмотреть как отличается каждая редакция между собой что включено в нее что нет ну и конечно же ссылки на скачивание рад студии кси-8 это с онлайн инсталлятором когда скачивается маленькое приложение и дальше все скачивается с интернета либо выкачать самый сошник полезные ресурсы Delphi Fits я думаю конечно вы должны быть подписаны на этот ресурс и это агрегатор русскоязычных Delphi блогов достаточно много интересных статей там можно найти и почитать далее я хотел бы сказать это блог который называется FireMonkey очень хороший ресурс грамотно оформлен грамотно ведется где можно найти ответы и задать вопросы именно по FireMonkey ведет этот блог наш ведущий разработчик это Ярослав Бровин также на блоге на блоге можно встретить и других экспертов в области Delphi и наши ссылки что касается бкдраком блог комьюнити ну и так далее сейчас у нас еще проходит конкурс по созданию мобильного приложения в рад студии у вас есть еще возможность успеть поэтому я рекомендую посетить эту ссылку создать свое приложение и поучаствовать в конкурсе у нас будут ценные призы и подарки также мы в социальных сетях для того чтобы вы не пропустили наши события всегда были в курсе что у нас происходит обязательно зайдите на нашу страничку в Facebook подпишитесь ну и наша группа в Google Plus ну и конечно ждем вас на наших мероприятиях ближайшие мероприятия это будут семинары в Казани 19 мая в Санкт-Петербурге 21 мая и в Тбилиси 28 мая для того чтобы зарегистрироваться вот ссылка для регистрации и список вебинаров которые сейчас будут проходить будет отправлен дополнительным письмом уже буквально на днях все спасибо за внимание и я передаю микрофон коллеги я начну свою завершающую часть с ответа на те вопросы которые удалось посмотреть за последние несколько минут я думаю Денис поможет мне на них ответить вопрос Касталия интегрирована ли в C++ Builder Денис нет касталия неинтегрирована она относится только к Delphi Через какую среду идет обмен с маячками Beacons у нас есть специальный компонент вот среда специальный компонент и компонент по протоколам общается с этими маячками то есть в этом компоненте мы прописываем те маячки которые нас интересуют и далее мы связываемся с ними и узнаем когда маячок появился в поле зрения нашего приложения наше приложение мы например запускаем на iOS либо на Android но если если я правильно понимаю мы от маячка получаем две вещи его идентификатор и некое ощущение расстояние до маячка так да идентификатор и еще два параметра которые можно использовать по своему усмотрению и расстояние я хочу сказать что ответить на несколько вопросов возможных вопросов по практических тем XE8 уже поставляется поставки начались во вторник 7 апреля традиционно раз студии XE8 комплект поставки не изменился редакции есть professional enterprise ultimate и архитект есть у Delphi Cbuilder младшие редакции с ограниченной лицензией под названием Starter с ограниченными возможностями в рад студии включены Cbuilder Delphi HTML Builder основная разница по количеству поддерживаемых языков я еще привел один слайд который может быть облегчает понимание разницы между версиями и редакциями рад студия от Delphi Cbuilder отличается еще и тем что в редакцию professional в рад студии входит поддержка мобильных компонент а в Delphi она поставляется как дополнительный пакет mobile pack это вот еще одна разница между радом и моноязыками очень существенная разница между professional enterprise связана с поддержкой баз данных professional из коробки умеет поддерживать только только локальные базы данных для того чтобы из профессионала работать с серверными базами данных такими как Oracle SQL DB2 и так далее нужен дополнительный пакет FireDuck Client Server Pack Data Snap как средство организации многозвенных архитектур работы с данными доступен только в Enterprise в виде отдельного пакета он не существует это разница между professional enterprise разница между enterprise и старшими редакциями архитекты ultimate заключается только в дополнительных компонентах работы с базами данных архитект включает издание для разработчика ER Studio Developer Edition ultimate набор продуктов для управления разработки баз данных Rapid SQL как среду разработки SQL запросов оптимайзер для их оптимизации и Change Manager управленческое средство отслеживания изменений происходящих в базах данных EMS EMS разработку приложений возможно вести практически из любого издания начиная с Professional но для работы с Professional нужно FireDuck Client Server Pack новая в нашей программе если раньше программа обновлений называлась Support and Maintenance то сейчас она изменилась немножко по содержанию называется Update Subscription что здесь нового она включает во-первых все апдейты фиксы и получение нового версии в течение одного года то есть это самый экономный способ получения всех релизов и в том числе полностью новых релизов в течение 12 месяцев с момента приобретения лицензии цена на подписку такая же как у Support and Maintenance 30% от полной стоимости лицензии то что отличает Support and Maintenance то что теперь сервис паки и фиксы будут выходить не только к текущему релизу который XE8 но и к предыдущим релизам в принципе мы планируем поддерживать Hotfix 3 предыдущих релиза или то что вышло последние два года то есть не так как было раньше поддержка будет такая направленная и на прошлые релизы тоже и будет доступен некий специальный контент связанный с новыми библиотеками обучением и так далее тем кто подписку получает в некотором плане подписка сейчас имеет ну на мой взгляд несомненные преимущества при эквивалентной цене с программы Recharge которая была мы программу Recharge Recharge это если вы помните это обновление с предпоследней версии на последнюю такой маленький апгрейд казалось что Recharge не очень востребованная и мы все таки сохраняя их в наших поставках для тех кто перешел по Recharge на XE7 могут купить XE8 но с нашей точки зрения и корпоративной и моей личной апдейт сабскрипшн является более полезным и более экономичным способом получать все обновления к сожалению нам никуда не деться от текущего темпа выпуска релизов это связано с количеством поддерживаемых платформ и нам надо обновлять продукт в связи с теми новшествами и изменениями которые происходят и в Windows и в Android и в iOS и так далее поэтому скорее всего темп 2 релиза в год компания будет поддерживать ну и как вы видите мы пытаемся немножко помочь в вопросах миграции включая Migration Tool в новые новые релизы специальное предложение до конца мая то есть апреля и май почти 2 месяца все продукты кроме мультипаков 5 и 10 пользовательских комплектов лицензии стоят на 10% дешевле на 10% дешевле и обновление все кроме подписки подписка достаточно фиксированная цена имеет сейчас достаточно хороший период приобретения обновлений возвращаясь к вопросу который был задан в чате про EMS для разработки EMS Enterprise Ultimate и Архитект содержат все необходимое для профессионала нужно покупать дополнительное FireDuck но это для процесса разработки диплоймент предполагает некий диплоймент лицензии на созданную систему и стоимость его зависит от числа пользователей пользователи имеется ввиду людей пользователя может быть много устройств ноутбук планшет телефон здесь счет идет по пользователям чтобы не загружать сейчас подробным расчетом он достаточно экзотический у EMS напишите письмо я могу вам более подробно ответить как устроено ценообразование при диплойменте систем на основе EMS ну и еще возвращаясь к вопросу о ценах часто задают вопрос в новостных группах или на хабре про бесплатную версию дайте мне так сказать возможность дать ответ на на тему бесплатной версии средств разработки краткий ответ да она есть но находится не в рамках семейства RAD Studio а параллельно существующего продукта обметод который тоже в ближайшее время обновится бесплатная версия ну во-первых обметод давайте два слова я скажу про обметод обметод это практически RAD Studio но без VCL части и без возможности создания компонента на продажу то есть вы можете делать компоненты для своих приложений но лицензия ограничивает вас как пользователя обметода в создании своего компонентного бизнеса компонентный бизнес существует только в пределах RAD Studio обметод существует в виде годовых и постоянных лицензий и представляет собой подмножество RAD Studio для каждой платформы есть пять изданий обметод для каждой конкретной платформы для Windows iOS Android и Mac и пятый вариант это когда все платформы поддерживаются достаточно дорогой и вот в рамках обметода есть бесплатная редакция которая позволяет создавать приложение на C++ как на самом популярном языке для Android смартфонов то есть Android как самая популярная платформа в России смартфоны как наиболее массовое устройство смартфонов больше чем планшетов там есть ограничения по форм-фактору устройства для которого делается приложение то есть если вам хочется делать вот такие приложения то бесплатность ограничена вот языком и этой платформы для начала для каких-то пробных проектов этого вполне достаточно лицензия не ограничена по времени пожалуйста зарабатывайте для Android пилотные проекты если нужно это дело расширять в сторону десктопов или в сторону iOS или в сторону планшетов то здесь так или иначе располагается выход на платное издание вот то есть во многом Android это несколько переформатирован простите это несколько переформатированная RAD Studio и несколько иначе организованное ценообразование вот в сторону годовых и постоянных лицензий подписки и то есть это в большей степени подписки чем лицензия мой взгляд на проблему что если перед разработчиком встает задача создавать многоплатформенные приложения и Windows разработка для него по-прежнему важна RAD Studio является более оправданным решением для этой проблемы но вот если задача найти что-нибудь бесплатное с чего начать то здесь можно посмотреть на обметы для C++ и для Android ну и наконец я говоря о редакциях продуктов упомянул что есть дешевые дешевые издания Starter это продукт лицензия в нем ограничена предполагается что она доступна только для индивидуалов и стартапов и когда бизнес стартапа достигает определенной величины порок в тысячи долларов то надо переходить со стартера на более серьезное на более серьезное на более серьезную редакцию и в Starter нету мобильной разработки но зато есть поддержки и веселья и FireMonkey и наконец говоря о структуре наших продуктов и цен нужно упомянуть про наличие образовательных продуктов цен на которые примерно в 10 раз меньше на порядок меньше чем коммерческие для обучения все продукты доступны но здесь я подчеркну что выбирая между Delfis и Builder и RockStudio для обучения надо однозначно выбирать RedStudio потому что цены на скажем на Delfi и на RedStudio одинаковы ну вы просто получаете больше инструментарий в рамках в рамках RedStudio ну пример RedStudio Professional то есть со средствами мобильной разработки Delfi C++ стоит 99 долларов рекомендованная цена в отличие в отличие от цены около тысяч долларов сейчас пока действует скидка она меньше тысячи когда скидка перестанет она станет чуть-чуть больше тысячи ну вот образовательные коммерческие лицензии отличаются таким образом сейчас Денис посмотри какие там вопросы еще есть и я наверное высвечиваю последний слайд сегодняшней презентации еще раз сказать об основных фактах которые были о сегодня что RedStudio это инструменты для поддержки на разработке на разных платформах очень важное направление это взаимодействие приложений через аптетеринг с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth и наконец это возможность создания готовых корпоративных решений с полным набором серверного функционала и возможности введения аналитики введения пользователей сейчас мы попробуем ответить на вопросы которые прочитаем и я извините можно чтобы я перелеснул слайд на котором несколько адресов указан нет вот соответственно обращайтесь к нам такой общий ящик граши инфо которую читают все сотрудники и можно писать туда можно писать Денису личные технические вопросы его адреса denis.vasiliev.com посещайте сайт информация о продукте там уже появилась посещайте нашу страницу на фейсбуке вопросы по ценам лучше всего подсмотреть на store.ru это сайт который ведут наши партнеры но мы жестко контролируем полноту и правильность цен отображаемых на этом сайте то есть по крайней мере как иллюстрированный прайс-лист это правильное место посмотреть все цены скачивайте трайлы смотрите наш roadmap в котором написано что касается нынешнего релиза и что касается второго релиза который выйдет в конце года и смотрите наш канал на youtube Денис ты готов ответить на вопросы? да конечно сейчас посмотрим почему нет семинара в москве ну коллеги мы планируем семинар в москве во втором полугодии посвященный следующему релизу в москве ну так получается вот на нас наши ресурсы не очень велики и по численному составу и поэтому вот мы посещаем тех городах которые которые запланированы москва осенью будет подскажите миграционный труд помогает ли установку на пустой ADE уже установленных дополнительных компонентов но если компоненты какие-то сторонние вы где-то установили то нет вам не придем а установить их отдельно мало ли может там какие-то лицензии ключи регистрация на них далее bluetooth wi-fi nfs ну знак вопроса я думаю поддерживается ли это да для bluetooth у нас сейчас уже реализованы два отдельных компонента это bluetooth и bluetooth то есть отдельные компоненты можно с ними работать ну по wi-fi что мы через wi-fi уже и аптетеринг и все у нас работает аптетеринг работает и через wi-fi и через bluetooth например нфс 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 да поддерживаем ну правда нет такого красивого отдельного компонента но в интернете есть примеры как реализовать поддержку этого протокола и это делается не сложно но хорошо было бы подумать о литературе на русском языке да согласен думаем я думаю что скоро мы выпустим ну правда литературу больше для образования но над этим вопросом мы действительно постоянно думаем были ли изменения исправления в операциях рефакторинг да ну я так сразу не могу точно ответить но в принципе я думаю что они изменились за счет того что в кастале тоже есть поддержка рефакторинга и надо посмотреть какие там возможности добавились то есть у нас из среды можно рефакторинг проводить а также из кастале там тоже есть набор инструментов так были ли исправления в редакторе кода переход по методам переменным ну переход да сейчас вместе с кастале у нас есть инструмент переход на методы в виде выпадающего списка а также с помощью control зажали и мышкой переключаемся где какая переменная объявленная по методам ну если вас просто подробнее что-то интересует павел напишите мы с вами обсудим в связи с беконами вот Bluetooth Wi-Fi NFS были в применении беконов а если в применении беконов то бекон у нас работает по блютузу причем по последней версии Bluetooth 4 поэтому не все старые будут поддерживаться где подсчитать про тонкости разработки под андроид ну смотря что конкретно вас интересует тонкости как настроить среду либо как проектировать либо что-то вызывать если можно напишите мне на почту и мы с вами обсудим Windows Phone когда-нибудь будет ну я надеюсь мы все этого ждем но сейчас ничего не готовы обещать согласно да логично смотреть на проблему в том что тот Windows Phone который сейчас или то что будет после десятки ну вот того что тот Windows Phone который который сейчас такого в родной нету а поддержка Windows Phone после выхода Windows 10 наверное этот вопрос будет рассмотрен хорошо коллеги ну похоже мы дошли до финала спасибо те вопросы которые мы пропустили либо не ответили мы спишемся и ответим на ваши вопросы так что всем спасибо Кирилл спасибо коллеги за ваше внимание пишите спрашивайте мы готовы с вами всегда взаимодействовать еще раз спасибо 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 спасибо